Уже на ранних сроках беременности женщины начинают испытывать дискомфорт во время сна. До второго триместра спать можно как угодно, но потом начинается самое трудное. На животе спать нельзя, на спине спать не советуют врачи, так как это нарушает нормальное функционирование жизненно важных процессов в организме беременности, а в остальных положениях не очень комфортно. И что самое неприятное, начинает болеть спина. Для лучшего самочувствия во время сна и отдыха мы предлагаем вам эргономичную поддержку – подушку. Самое удобное положение для сна во время беременности – поза крокодил. На левом боку, положив правую согнутую в колене ногу на подушку. Именно в таком положении улучшается работа почек и облегчается приток крови к питательным компонентам и плаценте. Во время отдыха, лежа на спине, можно положить ноги на подушку, причем на желаемую высоту. За счет этого уменьшается нагрузка на позвоночник и ноги, улучшается циркуляция крови. Можно положить подушку за спину и под руки. В таком положении уменьшается нагрузка на позвоночник во время сидения. После рождения малыша подушка незаменима для комфорта мамы во время кормления грудью или бутылочкой, снимая нагрузку со спины, шеи и плеч. Одна из самых удобных поз во время кормления – поза колыбелька. В этом случае ладонь мамы у малыша под спинкой и плечиками. Эта поза помогает малышу глубже и качественнее захватить ореолу. Чтобы рука, которая держит ребенка в такой позе, не уставала, надо положить под нее подушку для опоры. Вторая часто используемая поза – из-под руки. Поза, в которой хорошо получается контролировать прикладывание малыша. Ребенок располагается сбоку от мамы, как бы выглядывая из-под мышки. Ребенок, приложенный таким способом, хорошо упорожняет те доли груди, которые расположены снизу и ближе к подмышкам, а это самый крупный сегмент груди. Поэтому такая поза полезна и для профилактики застоев молока в этой области. Позиция из-под руки также удобна мамам, у которых было кесарево сечение, так как малыш не давит на живот. Удобна она при кормлении двойни, для женщин с большой грудью, для мамы с плоскими сосками. Так как в такой позе ребенку легче захватить грудь. Но и на этом возможные варианты применения подушки не исчерпаны. Такая подушка понравится не только вам, но и малышу. Подушка будет поддерживать малыша, когда он только начнет сидеть. Она пригодится вам во время массажа и для развивающих игр. А также подушку можно использовать как бортик в кроватку малышу. Наполнение подушки представляет собой шарики из пустотелого полиэфирного волокна, скрученного в спираль, что обеспечивает возможность длительной эксплуатации, сохранения и быстрого восстановления формы подушки. Такой наполнитель не является питательной средой для плесневых грибов и бактерий, не впитывает влагу и запахи. Подушку можно стирать целиком при температуре 30 градусов, а также отжимать стиральной машине. Подушка не дает усадки после стирки, волокно не эмигрирует, то есть не пробивается сквозь ткань, не вылезает. Придавайте форму изделию, пока она еще влажная, при этом убедитесь, что наполнитель распределен ровно по изделию. В комплекте с подушкой предлагаю вам съемную наволочку из хлопка. Размер наволочки немного превышает размер самой подушки, что обеспечивает запас на усадку после стирки. Дополнительно возможно приобретение сменной наволочки различных разведок с добавлением завязок, которые позволяют закрепить подушку вокруг талии и освободить руки мамы при кормлении. Мы уверены, что приобретая подушку для кормления и отдыха, вы приобретаете не вещи, вы приумножаете свое здоровье, дарите себе комфорт. А это бесценно! Это не только превосходный подарок беременной и кормящей женщине, но и замечательное приобретение для всей семьи.